Жениться станет дороже, пенсию будут начислять по-новому, а трудовых мигрантов обяжут приобретать специальные патенты. Наступивший год оказался богатым на новшества во всех сферах жизни. Чего россиянам и приезжим ждать в 2015-м, расскажет Ольга Полякова. Серьезные изменения произойдут в сфере пенсионного законодательства. Они коснутся нынешних и будущих пенсионеров. Трудовая пенсия разделяется на две части – накопительную и страховую. Размер последней зависит от стажа, официальной зарплаты и возраста. Ее расчет будут выполнять по новой формуле – не в рублях, а в баллах. Для получения права на пенсию необходимо набрать от 30 таких баллов и более. Эта информация актуальна для тех, кто выходит на заслуженный отдых с 2015 года. Все пенсионные права, заработанные ранее, сохранятся. Кроме того, в новом году размер пенсии и социальных выплат вырастет почти на 10%. Увеличена и сумма материнского капитала. С 1 января 2015 года она уже составит 453 026 рублей. То есть по сравнению с 2014 годом рост составит более 23 тысяч. Кроме этого, в 2015 году у нас заканчивается период, в течение которого гражданам 67 года и моложе необходимо сделать свой выбор в отношении формы формирования своей будущей пенсии. Жениться, выйти замуж и развестись в новом году дороже практически вдвое. За государственную регистрацию брака молодоженам с нового года придется заплатить 350 рублей вместо 200. Супругам, желающим развестись, как по взаимному согласию, так и в судебном порядке, придется уплатить по 650 рублей каждому. Ранее эта сумма составляла 400 рублей. Повышение пошлина объясняется тем, что цены на них не поднимались 6 лет. Поэтому тарифы выросли в среднем сразу на 57%. Перемены имени, включая в себя фамилию, собственное имя или отчество, включая выдачу свидетельства о перемене, 1600, что в прошлом году было у нас, и в те прошлые года 1000 рублей. То есть вы видите, насколько увеличилась государственная пошлина. С января этого года Россия ужесточила правила въезда для мигрантов. Теперь на таможенном контроле им нужно предъявить загранпаспорт. Кроме того, для трудовых мигрантов изменились правила оформления документов для работы в нашей стране. Они касаются получения патента и сдачи экзамена по русскому языку и истории. Иностранные граждане теперь сами могут выбирать род деятельности и профессию, что раньше за них делал работодатель. Срок действия патента выдается от одного месяца до года. Срок действия патента считается продленным на период, за которым был уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в размере 6634 рубля в месяц. То есть сам иностранный гражданин не организации за него, а именно он сам оплачивает за себя этот налог. В течение двух месяцев после получения патента иностранный гражданин обязан отправить в миграционную службу документ, подтверждающий его официальное трудоустройство. Без оформления патента иностранному гражданину можно находиться на территории Российской Федерации не более 30 дней в полгода. В случае нарушения условий въезд таким гостям в Россию запрещен на срок от 3 до 10 лет. Ольга Полякова, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».